Владимир, всю пресс-конференцию я видел, как ты изучал люстру людей, которые сидят, телефон. Это черта... В справедливости ради в телефон всего один раз посмотрел. Да, больше на люстру. Да, я не заметал. Это степенность характера такой, собранный, сосредоточенный, или же ты настолько уверен в себе, что беспокоиться тебе не о чем? Ну, во-первых, еще есть время об этом подумать и попереживать, и сейчас как бы не самый пик эмоционального накала. И я видел в зале очень много знакомых лиц, друзья из Ульяновска, друзья из других регионов, которые приехали сюда нас поддержать. Друзья вот с Донбасса, с Мордовии приехали. Мне было приятно видеть их всех. Я узнавал людей. Узнавал в зрителях своих друзей. Владимир, а можно попросить чуть-чуть вертикальный микрофон сделать? После маги просто. Хорошо сейчас было, да? Мы спросили Магомеда, что он чувствует, глядя на тебя. Он говорит, волнение, как и перед любым соперником. А что ты чувствуешь, когда... Подожди, это кто его спросил? Я. А, вы бы его здесь спросили. Что я чувствую, когда смотрю на Магомеда Исмайла? Ну, что у нас будет хороший бой. Реально видно, что он будет делать все то, что он говорит. Но это вот в боксе так не работает, как в ММА. И я вижу, что они немножечко... Ну, такое есть понятие, рассудочный барьер. Когда думаешь, что знаешь, а на самом деле много еще чего не знаешь. И бокс это не... Это искусство, это не просто выйти и подраться, и газовать, да? Тут как бы... Бокс это не жахматы, тут думать надо, да? Владимир, тебя поддерживала сегодня, как и всегда, серная трибуна. А вот ты как думаешь, что эта поддержка мощная, она на Магу как-то давит? Ты знаешь, я думаю, что и у Магомеда есть довольно обширная аудитория, которая его будет поддерживать. У них вообще, по-моему, какой-то конфликт, и, на мой взгляд, это то, что Магомеда, наоборот, как-то мотивирует, да? То есть, не думаю, что это сильно оказывает на него психологическое давление, но мне приятно, что за меня болеют парни, что за меня с разных, там, организаций, с разных таких, даже где-то противоположных таких общественных организаций. Ну, допустим, там, за меня будут болеть ребята из Махачкалы, также за меня будет болеть, там, северная трибуна, русская община. Все парни, которые служат в 58-м батальоне спецназа, тоже будут за меня болеть. Ну, и, наверное, большинство военнослужащих. Как бы я вообще рад, и мне приятно, что я вызываю у народа, ну, вот такое отношение. Ты говорил, что вы с Магомедом уже, ну, не враждуете, а, грубо говоря, сейчас, можно сказать, что друг другу услугу оказываете этим боем, то есть друг другу помогаете. Услугу нет, я сказал, что мы соперники в ринге, но в жизни мы не враги, и мы по большому счету партнеры. Что вы на одной стороне, можно сказать так? Мы все на одной стороне. Вот что ты чувствовал, когда узнал о бой Волкова и Павловича, и смотрел ли ты его? Я сегодня смотрел этот бой с утра, просто потому что, действительно, я знаю и одного, и второго. Как бы с Сергеем мы были в одном клубе, с Александром мы оба каратисты, и знакомы достаточно неплохо. Не скажу, что я за кого-то болел, но я был приятно удивлен той работой, которую над собой провел Александр. Он, мне кажется, качественно вырос. Не то, чтобы я там против Сергея, но мне кажется, что был сегодня просто не его день. Павловича. Эмоции Сергея тебе понятны после бой? Мне абсолютно непонятно, что там произошло, я это комментировать не хочу. Мне просто не очень было приятно, что два русских пацана в Америке что-то не поделили. Ну, просто чисто человеческое. А вот выступление Шара Бульта, в котором ты спарринговал, как тебе? Это я не смотрел. А посмотришь? Наверное, да. Может быть. Про спорт, да, все-таки? Я про спорт. Ну, да. А, Владимир, вы фактурный бьющий боец. И, в принципе, у нас сейчас в тяжелом весе таких, ну, серьезных, мощных амбиций нету. А вот в случае, если хорошо сложится этот поединок... Что вы имеете у нас в тяжелом весе? Российский, именно тяжелый вес, мировой бокс. То есть там, ну, конкуренция, так скажем, российские бойцы не врываются туда в конкуренцию. То есть у нас есть Бивол, у нас есть Бетербиев, но есть... Ну, этого недостаточно. То есть Александр Поветкин был, ну, таким, как бы, очень серьезным локомотивом. Вот могли бы вы занять его место и продолжить именно вот это дело? И, так скажем, не складывать перчатки после этого боя, а именно по боксу двигаться? Нет, ну, нет, абсолютно точно нет. Во-первых, потому что если бы я хотел двигаться по боксу, я бы по нему двигался с 18 лет. И я вообще... у меня другие планы на жизнь. Я... То есть амбиции именно в этом, на этом поприще, именно на боксерстве... Я все свои амбиции удовлетворил. Спасибо. Мне приятно, что вас радует мое творчество, и я, безусловно, там, его буду продолжать, но уже в довольно ограниченном виде. Может быть, просто буду с ребятами работать, кого-то вести. Но самому боксировать я столько... ну, это такой неблагодарный труд, на самом деле, и все может закончиться просто, ну, в секунду, в моменте. Как-то я все-таки хочу не кулаками уже, а мозгами зарабатывать. У меня вот сейчас такие амбиции. Владимир, вот возвращаясь к бою... Можно и снять? У нас два вопроса. Возвращаясь к бою Павловича и Волкова, вот сейчас бытует мнение, что в отношениях между ними все покончено. Это после случившегося. Я могу не про Павловича и Волкова, ну, реально. Давайте два вопроса. У нас реально два вопроса. Давайте вот про Маганин Смаилова и Менеева. Ребята за океаном дерутся. Поезжайте туда им, задавайте там вопросы. У нас здесь своя кухня. Вот у Веры есть вопрос, я знаю. У меня больше про человеческие и семейные ценности. Мы когда в Кулаке писали интервью, тогда у тебя дочка только родилась, ты ее даже успел увидеть. Позавчера был год. Как сейчас, ведь мы хотим, а дела у кого-то следить за семьей, с дочкой? Это на самом деле сложная тема. И когда дети растут далеко от тебя, и ты с ними видишься с большими перерывами, это, конечно, всегда требует привыкания и для них, и для тебя. Мы... так получилось, что у меня была возможность. И мы побывали в Питере и отметили год дочери. Да, первое время, конечно, испытания. И жена даже сказала, ты, наверное, из-за того, чтобы с ними не сидеть на СВО записался. Ну, действительно, там тоже все не так просто, вот, но это, ну, как бы, это же мои дети, и это, ну, такое. Могу сказать, как все отцы, у которых дочка появилась, да. И дочка это другое, это что-то, что-то более нежное и трепетное, чем сын. К сыну все равно другое отношение. И чем дольше их не видишь, тем больше любишь. Ребят, давайте еще один вопрос. Вот она, вы должны быть, знаете, более лаконичной. Не, ну, ну, про детей теперь. Вер, давайте, ребят. Можно, пожалуйста, сильно ваших товарищей, попробуйте подбодрить вашу победу. Ну, ты знаешь, я думаю, что она их, безусловно, победа их не только подбодрит морально, она их еще и материально подбодрит. Это раз. И, ну, когда находишься там, вот то, что происходит здесь, оно все равно как, ну, как знаешь, когда вот телевизор включил, посмотрел, выключил, остался все равно там со своим миром. В любом случае это будет для них плюс. Но, я думаю, что они все, и мы все ждем другую победу больше. На этой позитивной ноте, ребят, всем огромное спасибо. Кто приехал. Нам не удалось, как бы, по полной программе, но у нас же есть мероприятие перед боем с вами. Мы поехали, нам надо просто только куда успеть, у них фест-фест, и теперь футбольный матч.